Нам, как Донбассу, нужно немножко помочь, а завтра Донбасс сам научится помогать и точно всё вернёт с Торицей. В мае этого года правительство Хабаровского края решило помогать Дебальцево и взять шефство над этим городом из ДНР. Сейчас губернатор передал подшефным пять новых пассажирских автобусов марки «ГАЗ» и совместно с администрацией Дебальцево осмотрел детский сад и спорткомплекс, которые нуждаются в капремонте. Это наш вклад в становление мирной жизни. Мы уверены, что после того, как всё наладится и будет мирная жизнь полностью восстановлена, восстановлена экономическая активность, ДНР и Дебальцево станут полностью экономически самостоятельными, да ещё могут и сами помогать. Но сегодня нужна помощь от нас, от России, от регионов России, а своих мы не бросаем. Город Дебальцево – это важный транспортный узел. Его жители работают на железной дороге и изготавливают железнодорожную решётку. В Дебальцево находится углегорская ТЭЦ. Это один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Европе. Ещё есть мирановская ТЭЦ, а также завод железнодорожных конструкций, которые выпускают опоры для энергетиков. Каждый день украфашистские войска наносят ущерб, в первую очередь, нашим людям, потому что, вы знаете, как говорит глава ДНР, для нас очень важно, это в первую очередь наши люди. Суммы, которые мы сюда направляем, они для нас ощутимы. Но мы не в ущерб социальным программам и инвестиционным программам Хабаровского края, а в счёт экономии. Экономим на административном аппарате, то есть на себе фактически. Ищем новые источники доходов и успешно. Михаил Дегтярёв подписал на Донбассе двухсторонние соглашения о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и администрацией Дебальцева, после которого губернатору региона преподнесли символический подарок – настоящий уголь Дебальцева. Соглашения подразумевают под собой наши тёплые, близкие, долгосрочные отношения, конечно же. И то, что Хабаровск сегодня рядом, подставил плечо, то есть для нас это очень важно.